Heavy Rain, Mafia 2, Mass Effect 2, Splinter Cell Conviction, Left 4 Dead 2, а также самые горячие цепочки выставки Е3. И Джек Блэк тронулся умом из-за видеоигр. Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите. Привет, меня зовут Макс Васильев, и это виртуалити. Самые крутые тусовки, где можно поиграть в свежак, и где всегда появляются какие-то неожиданные анонсы, бывают только на игровых выставках. Поэтому предлагаю прямо сейчас рвануть в Калифорнию на Е3. Интеллект? Ну вот мы и в Лос-Анджелесе. Позади меня находится Convention Center. Именно здесь собрались главные игровые хиты. Интеллект? А дай мне краткую справку по выставке. 216 компаний, более 40 тысяч посетителей, 78 стран мира и настоящий пара циклов. Всё это — крупнейшая американская игровая выставка Е3. Она наконец-то распахнула свои объятия. Разработчики привезли играбельные версии продолжений таких хитов, как Mafia, Modern Warfare, God of War, Mass Effect, Bioshock и Uncharted. А также ожидается немало оригинальных разработок, вроде Brutal Legend, Ghostbusters и Heavy Rain. Ну и, конечно, не обойдётся без нового геймерского железа. Microsoft и Sony покажут новые контроллеры, а все желающие смогут наконец-то пощупать горячо ожидаемую PSP Go. И не только её, кстати. Посмотреть есть на что. Окей, спасибо, Интеллект. А теперь загрузи мне карту выставки. Идём в Южный Холл. Мы наконец-то добрались до сцены компании Electronic Arts. Тут царит настоящее геймерское безумие. Кто-то играет в EA Sports Active. Ну а кто-то гоняет в новый Need for Speed. Видимо, поэтому здесь эта тачка. Ну а мы идём смотреть на лучшую игру выставки, по мнению западных издателей. Да и по-нашему тоже продолжение главной ролевой игры для Xbox 360 для 2007 года Mass Effect 2. Секс с инопланетянкой, продвинутая система диалогов, огромная вселенная для исследования и увлекательный сюжет. Вот чем запомнился ролевой проект Mass Effect. Но больше всего, конечно, сексом с инопланетянкой. Никто и не сомневался продолжению быть. И вот, встречайте, Mass Effect 2. Mass Effect 2 — это вторая часть саги о приключениях командира Шепарда и его самоубийственной миссии во имя человечества, которая оказалась на грани полного исчезновения из галактики. Ваша цель — собрать лучшую команду из самых отчаянных и опасных воинов галактики и предотвратить исчезновение людей. Но никто и не говорил, что будет легко. Спасти человечество — это вам не с инопланетянками, жарите. Придется помотаться по всей галактике. Для этого Шепарду выдали не драная корыта, а испытанный в боях корабль. В игре будет та самая Нормандия, знаменитый космический корабль Шепарда и много новых мест, которые можно на нем посетить. Те, кто играл в первую игру, увидят кучу всего нового, неосвоенного, новых персонажей, новых членов команды. Ну и, конечно, огромную вселенную для исследований. Бесцельно мотаться по просторам галактики не придется. Те, кто играл в первую часть, знают, что сюжет — одна из самых сильных сторон проекта. Если вы полностью прошли Mass Effect 1, вы сможете импортировать свое сохранение во вторую часть. Все ваши достижения и поступки перенесутся вместе с героем. Будь это какой-нибудь важный персонаж или выполнение побочного квеста, все это отразится на игре. А пройдя Mass Effect 2, вы также сможете сохраниться и перенести свои данные в третью часть, над которой, скажу по секрету, мы сейчас работаем. Миссия по спасению человечества стартует в начале следующего года с выходом игры. А до этого у вас еще есть немножко времени, чтобы перепройти первую часть и подготовить сохраненки для самой масштабной миссии по спасению человечества. Галактика в опасности. Сейчас мы находимся в туалете. Это не игровой павильон и не закрытый показ какого-нибудь симулятора сантехника. Все дело в том, что именно в туалете начинается игра Splinter Cell Conviction, продолжение легендарного стелс-экшена. Салют, MTV Россия, с вами Найт Рай, сейчас мы в Лос-Анджелесе и познакомлю вас со Splinter Cell Conviction. Это представьте, что это всеубийственная совершенно новая игра про агента Сэма Фишера, который ищет убийцу своей дочери. Темп игры зашкаливает, свобода там, дай бог, каждому. Когда вы запускаете все это у себя дома, в вас вселяется дух неистового агента-ублюдка. Поверьте мне, этот человек настоящая заноза в заднице, он количеств людей за правое дело, но и просто по настроению. Да он бы и мне шею свернул, если бы услышал меня. Нет, да реально какой-то агент-засранец. Нет, я не шучу, сами смотрите. Ух ты. Сдается мне, он чем-то зонит. Ну вот дает, люди ж туда писают. Вот, кстати, смотрите на стене видео, это новая фича. Тут рассказывается о персонажах и что с ними случится. Вот чувак справа, мы его увидим чуть позже. Это мелкий жадный панк, я его терпеть не могу. Стрелять в холодильник. Итак, Сэм на задании, но он потерялся. Если вы потерялись, не волнуйтесь, вокруг указателей и всякие ориентиры. Вот видите вывески? На экране ничего лишнего, все, что вам нужно, есть в игровом окружении. Вот гражданин, а там враги. Откуда я знаю? Мне подсказал вот кружочек над головой. Все ясно? Так, значит, мы гасим лампу, потом вырубаем охранника. Если его отметить, то можно будет стрелять по цели гораздо быстрее. Ну, вам не обязательно всех убивать, иногда лучше думать стратегически. Вон, видите, там два мужика. Работаем головой и прикрываемся живым щитом. Только не делайте, ему больно, я вас умоляю. Ну, чувак, что ж ты творишь? Ну, зачем ты это сделал? Ну, можно было отпустить. Хоть прям по яйцу. О, боже, боже мой. А вы видите, вы не можете все время целиться и палить по всему, что движется. Иногда приходится шевелить ногами, сматывать удочки, короче, валить огородами, ну и стрелять тоже. В общем, доверяйте своим инстинктам. Темный уровень делается к концу. Так, надо идти. Он выбросил его из окна. Черт, осторожно, подожди, подожди, подожди. А вот так вот. Смотрите, как он быстро двигается, пока прячется. Вон там стоит убийца его дочери. А что бы вы сделали, если бы кто-нибудь убил вашу дочери? Наверное, то же самое. Урод, ненавижу тебя, сдохни кусок дерьма. Я не могу тебе сказать. Что? У него в руках был убийца его дочери, а тут в дело встревает агентство и берет их под арест. Ребят, это самое малость того счастья, которое свалится на вас этой осенью. MTV Россия, спасибо, что смотрели. Далее в Виртуалити. Мафия 2, Лэпс Фодетт 2, а также в самой горячей цепочке выставки Е3 и лучшей игровыставки. Это Виртуалити, и мы продолжаем путешествие по Е3, самой главной игровой выставке этого года. На три дня Конвеншн Центр стал настоящим маленьким раем для геймеров. Свои долгожданные проекты представляют самые именитые разработчики. Кроме них, на выставке есть личности поинтересней. Я говорю про Буз Бейбс. Ну а если по-русски, цепочек с игровых стендов. М-м-м-м! М-м-м! 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 М-м! М-м-м! М-м! 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 Субтитры делал DimaTorzok Продолжение истории про криминальных авторитетов Итальянская Кузоностро имеет мало общего с российскими братками Однако именно игра Мафия полюбилась нашим геймерам История взлета и падения Томаса Анджела завершилась кровавой бойней Оставив армию фанатов с затаенным дыханием ждать продолжения И вот на подходе Мафия 2 Мафия 2 Мафия 2 это экшен от третьего лица про преступников Там все крутится вокруг парня по имени Витус Калетти Действие происходит в 40-х и 50-х годах Вит и эмигрант из Италии, который задумал подняться в Америке Ты убивай меня! Пожалуйста! У меня есть жена! Сила без вины Этот молодой парень вернулся со Второй мировой войны и приехал в Штаты Он как-то крутится, подрабатывает водилой А Мамаша давит на него и говорит, чтобы нашел нормальную работу Вокруг криминал, большие деньги и власть Естественно, парня переклинило и он пошел к успеху Потом у него появляются дружки, знакомые, работодатели В общем, геймерам будет чем заняться Действие игры происходит в огромном мегаполисе Который воплотил в себе сразу несколько реальных городов того времени Город в игре называется Empire Bay Это наше видение Америки тех лет Как помните, в первой части был Lost Heaven, такой цельный городишко Сейчас мы делаем упор на реализм и масштабы Мы взяли за основу такие города, как Нью-Йорк, Чикаго и Сан-Франциско И забабахали этот невиданный мегаполис Да, атмосфера именно то, за что оригинальная Мафия так полюбилась геймерам Но помимо всей этой гангстерской Америки Игра отличалась на удивление драматичным сюжетом Во второй части все обещает быть еще серьезнее и реальнее В Мафия 2 сильный сюжет, мы придумали практически киносценарий Частично его делали люди, сделавшие первую часть Например, наш главный аниматор, он просто гений, кстати Такому сюжету в Голливуде позавидуют Например, некоторые сцены на движке просто с ног валят Это же можно сказать и про диалоги персонажей И вообще про дизайн игры Это самое что ни на есть мафия Все то, что мы так любили в первой части Все это будет, и мы не обидим наших фанатов Хотя, конечно, было бы странно, если бы во второй части были герои с первой игры Как вы помните, в конце все умерли, мы никого не воскрешали Но специально для тех, кто рубился в первую часть, мы приготовили несколько сюрпризов В общем, фанаты их узнают и полюбят Ну и напоследок еще несколько приятных новостей От разработчиков самого ожидаемого криминального боевика современности Мы планируем полную русскую локализацию игры Помните, как было с первой частью? Только все будет гораздо лучше и быстрее Мафия разрабатывается для PC, Boxer и Соньки И выйдет в начале следующего года Несмотря на то, что геймеров на выставку не пускают Здесь только журналисты и разработчики Тут очень шумно И, пожалуй, главный источник шума Это стенд с игрой Brutal Legend Здесь правит тяжелый металл и рыб Джека Блэка У этой игры нет ничего общего с Guitar Hero и Rock Band Только жестокий экшен Короче, вам понравится Хард-рок и Heavy Metal порвут вас в клочья Если вы демон и оказались в брутальном мире игры Brutal Legend Кровавой резне всякой нечисти С участием одного из самых уморительных комиков нашего времени Мордатого дядьки Джека Блэка Суп, геймеры? Джек Блэк здесь Brutal Legend — это акшен от третьего лица С щепоткой стратегических элементов А все действие происходит в открытом мире Это мессио в стиле Heavy Metal Вы — мальчик на побегушках у одной отвратной рок-группы У вас в талисмане живет маленький жук, который переносит вас в прошлое Только в том времени абсолютно все выглядит так Словно сошло с обложки такого мясного Heavy Metal альбома Dream Job Естественно, такой образ мальчиша «Пни меня под зад коленом» Не подходят герои крутой игрушки Поэтому в альтернативной реальности Жалкий ботон на побегушках Заметно набирает круги сны и преображается в бесстрашного металю И вот в этом мире вы обнаруживаете, что человечество порабощено демонами И вы сражаетесь за свободу и светлое будущее всех людей Так вот, в этом мире вам надо играть на гитаре Это и будет вашим волшебным оружием Продвигаясь по загадочному миру демонов Герой Джека Блэка встретит не только мелких бесов Но и огромных боссов, среди которых будет немало звезд Например, «Хранители металла» у нас играет Оззи Осборн А Роб Хелфорд озвучивает одного из демонов И еще будет куча звезд, но это пока сюрприз А вот и сюрприз, металюги явно заерзали на стуле в ожидании Впрочем, борцу с демонами предстоит не только рубить гадов своей мегагитарой Но и выполнять некоторые поручения Какие? Да ничего серьезного Просто в очередной раз спасти мир Вот такое вот музло Ждем игру 13 октября А пока лишь надо поставить любимый альбом Black Sabbath Взять в руки верный Fender И выдать пару десятков децибел мощного хэнни Далее виртуалити Справиться с зомби-сковородкой Тупо, но можно И лучшая игра выставки Е3 Это виртуалити, мы находимся в Лос-Анджелесе на Е3 Ну а сейчас нам пора навстречу с зомби Интеллект А у нас есть какое-нибудь оружие против зомби? Ну, хоть так Идем смотреть Left 4 Dead 2 С дробовиком или автоматом на зомби Но это мы видели тысячу раз А вот чтобы со сковородкой на галлона Толпу мутантов, это из ряда вон Похоже, дяденьки из валов, ребята не без чувства юмора Ну и просто без башены Разделали сковородку главной фичей второй части Left 4 Dead Ну нет же ничего прикольнее, чем когда ты такой в пугающей обстановке На тебя прут страшные зомби И вдруг слышишь бам-бам Это твой товарищ кого-то лупит сковородой по башке Все начинают кататься попово от смеха Пока кто-нибудь из команды не вспомнит, что вообще-то надо отбиваться от мутантов Чертям огнестрельное оружие, бензопила, пожарные топоры, конечно, сковорода Это настоящее оружие из Left 4 Dead 2 Не сладко, конечно, придется четырем новым персонажам в кишащем зомби новом Орлеане Кстати, на вопрос, почему именно Новый Орлеан, разработчики ответили прямо Да задолбал уже Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лас-Вегас Не, ну в натуре слишком много ир с событиями в Вегасе, всех достало Маркетологи из Valve не скрывая хвастаются новинками Зажигательные патроны, невиданные монстры, такие как Чарджер или Блуждающая Ведьма Обновленный мультиплеер Да для этих спецов придумать что-то новенькое, как два пальца оторвать О боже, они что, действительно оторвали два пальца на обложке? Ну, мы в следующих частях, если что, его пришьем Впрочем, несмотря на множество новья, ярые поклонники Left 4 Dead готовы разорвать на части руководство Valve И скормить их зомбием из любимой игры Ведь они, наивные фанаты, ждали все эти фишки в бесплатном дополнении А теперь придется раскошелиться на 50 баксов за новый DVD Но ничего, поплачут и раскошелятся Когда им еще доведется так смачно поорудовать сковородкой? Грязь по башке! Грязь! А? Получили? На, держи! Кто следующий? Да, мы все ждем выхода Left 4 Dead 2 А также Modern Warfare 2, Assassin's Creed 2, Final Fantasy 13 Но самая крутая игра находится на стенде Sony Это даже не игра, это произведение искусства Я говорю о Heavy Rain Эта таинственная леденящая кровь история началась темной осенней ночью Когда мощные косые струи дождя бешено колотили по мокрому асфальту Heavy Rain — настоящее интерактивное чудо Мрачные триллеры в стиле фильма 7 Это история четырех персонажей, судьбы которых сплетены воедино Они связаны с расследованием о серийном убийце, которого называют оригами-киллер Потому что он оставляет фигурки оригами в руках жертв Джейден заглушил двигатель Выходить из нагретого салона под пронизывающей ливень не хотелось Да и внутренний голос настойчиво советовал немедленно уехать из этого жуткого места Покончу с этим побыстрее, решил Джейден И, открыв дверь, впустил разбушевавшуюся стихию Игровой процесс Heavy Rain кардинально отличается от всего, что вы видели Он не зацикливается на стрельбе, гонках или разгадывании головоломок Это игра о принятии решений, о поступках, о последствиях действий Вас ждет настоящий нелинейный сюжет, и это центральная часть игры На самом деле вы вольны выбирать, а потом наблюдать последствия выбора Сюжет меняется в зависимости от того, как вы играете Она жестокая? Ну да, рейтинг у игры для взрослых, а посему это так Это триллер, там поднимаются не детские темы, как в фильме 7 Только это не жестокость ради жестокости, это необходимый элемент сюжета Благодаря которому игрок получит новые интересные переживания Фактически вы сможете управлять четырьмя главными героями Но вы не сможете выбрать, кем играть Это не как в других играх, в которых вы решили поиграть сначала за одного персонажа, а потом за другого В Heavy Rain перед вами четыре героя, и каждому отведена отдельная сцена И вы проходите всю игру всеми персонажами Это как в фильмах Хичкока Вы знаете больше, чем каждый герой по отдельности Понимаете, о чем я? Каждый персонаж — это часть головоломки Он видит свою часть большой картины И как игрок вы постепенно открываете каждому из героев новую часть сюжета Черт, голова просто раскалывается Где этот чертов псих? Что происходит? Так, наручники, машина, я в машине Это что за мать его аттракцион? Утилизатор? Надо срочно что-то придумать Надо что-то делать Так, 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 конец мне, конец Думай, думай А, вот окно Окно не закрыто, скорее в него Еще, ну давай же, давай, чтоб тебя долбаная железяка Сам факт, что вы наблюдаете, как ваши действия меняют ход истории Это главная фишка игры Это не просто механика, когда вы жмете кнопку и герой в кого-нибудь стреляет Нет, все зависит от места, в котором вы очутились И от того, что происходит в данный момент Нажимание тех же самых кнопок приведет к другим последствиям Это новый уровень интерактивности Совсем новый подход Все было кончено Парень валялся в лужу собственной крови И вдруг происходящее стало казаться Джейдену каким-то нереальным Словно он оказался в какой-то дурацкой видеоигре И кто-то по ту сторону экрана наблюдал за ним Сейчас этот невидимый кукловод нажмет очередную кнопку И реальность снова изменится Да что же, мать твою, происходит? За полчаса пролетели три дня игровой выставки Все было очень круто Интеллект, пора домой Ну как же приятно быть дома Смотрите в ближайших выпусках виртуалити Почему Uncharted 2 признана самой технологичной игрой Что кроме секса и жестокости появится в God of War 3 А уже на следующей неделе мы расскажем вам о новой PSP Go И почему легендарный Марио проиграл вязаным человечкам из Little Big Planet С вами был Макс Васильев Стэндбай